здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет полезно для тех кто хочет вырастить бархатцы в своем саду удивительные красивые неприхотливые душистые цветочки которые будут вас радовать до самых заморозков но заморозков они боятся и конечно же это видео будет для начинающих садоводов и огородников дорогие мои друзья бархатцы можно вырастить и через рассаду если вы хотите чтобы они у вас пораньше зацвели а можете высаживать их во в мае прямо в открытый грунт и они вырастут успеют зацвести и будут вас радовать своей красотой неописуемой я приступаю к посеву бархатцев сегодня я сею красные вишни это низкорослые бархатцы которые я просто обожаю высаживать в огороде я чередую их с овощами это всегда получается очень нарядно красиво и их своеобразный такой запах в общем-то отпугивал раньше вредителей сейчас уж не знаю что за термоядерные вредители стали и так я высаживаю в разные микропорнички в разные емкости сейчас у меня будет вот такая большая посадка микропорника я сажаю иногда вот в такие вот лоточки значит в контейнер очки в литровые но куда бы я не посадила я насыпаю плодородной земли слоем три сантиметра значит проливаю растворчиком фитоспорина обеззараживая землю и делаю вот такие вот нагоняю боровочки можно старым маркером прямо вот так вот умять можно какой-то какой-то палочкой умять вот такие вот бороздочки и раскладываю семена я раскладываю их вот так вот вдоль друг за дружкой прямо прямо без всяких промежутков можно сказать и теперь я засыпаю их землей слоем приблизительно по и пол сантиметра и вновь обработаю раствором фитоспорина тем самым я обеззаражу обеззаражу землю которая на поверхности у меня будет насыпана и в том числе и семена тоже будут обработаны таким прекрасным биофунгицидом и так я засыпала семян очки вот так слегка я их немножечко примяла и теперь я обработаю слегка никакого болота делать не нужно все очень очень даже слегка всходы появляются довольно таки быстро если бархатцы семена хорошие свежие всходы выглядят вот так они такие хорошенькие прекрасненькие пикирую я их в 100 миллилитров стаканчики когда появляется настоящий лист настоящий листочек и возможно еще одна у меня перевалка если здесь все кругом будут такие белые корни а еще время не наступит для высадки в грунт то еще будет перевалка в стаканчик 300 миллилитров или же уже просто отсюда пойдут в открытый грунт все будет зависеть от того какая будет весна и будет ли возможность посадить их в грунт я закрываю крышкой ставлю рассадник для прорастания смотрю внимательно как только появится хотя бы одна петелька я снимаю крышку и выставляю на солнечный свет сразу же для того чтобы ничего не вытягивалось бархатцы подрастают и их пора пикировать в отдельные стаканчики достаю поштучно поддеваю и поштучно достаю обратной стороной ложечки вот так достаются они легко корневая система вот такая вот не хорошенькая пикирую стаканчики 100 миллилитров внизу дренажное отверстие на половину стаканчика насыпаю земли укладываю вот так на ладошку укладываю туда бархатец и засыпаю оставшиеся половину стаканчика все бархатец распикирован стаканчик 100 миллилитров теперь я его обрабатываю раствором фитоспорина как только фитоспорин впитается я мульчирую его вермикулитом это вещество вулканического происхождения вермикулит оттягивает излишнюю влагу от шейки и не позволяет расти никаким налетом на поверхности земли распикирован подрастаем бархатцы я высаживаю в огород в большом количестве конечно же тогда когда минует угрозы заморозков потому что бархатцы очень боятся морозов они просто-напросто почернеют и погибнут высаживаю на расстоянии 20 сантиметров без всякого раздирания корней я просто перевалочка их пересаживаю стаканчика в рыхлую почву которую подрыхляю вместе с золой и когда бархатцы приживутся я мульчирую их скошенной травой расстояние без между бархатцами примерно 20 25 сантиметров очень скоро они подрастут и сомкнуться в единую-единую большую-большую куртину это будет очень красивое и яркое пятно в огороде да к тому же еще и лекарственное да к тому же еще и отпугивает вредителей мульчирует для того чтобы больше никак не ухаживать за бархатцами потому что мульч это наше все в природном земледелии под мульчой не испаряется влага микроорганизмы сытые утягивают мульчу вырабатывают биогумус и кормят мои растения под мульчой не растет никакой сорняк поэтому весь мой уход сводится просто на нет красота вот например лук лук а потом раз и бархатцы и снова лук мой уход за бархатцами заключается только в поливах в жаркие сухие дни и все а если это не жаркие и не сухие дни то под мульчей никаких поливов нам совершенно не нужны природном земледелии так выглядит бархатцы в июле шикарные красивые кусты они становятся все пышнее цветут все обильнее и обильнее я очень люблю когда бархатцы растут в огороде когда они между культурных растений это очень полезно отпугивает вредителей потому что их запах очень очень специфичен цвести они будут до самых морозов и радовать меня своим прекрасным внешним видом конец сентября на улице дожди и даже уже ночные похолодания которые граничат с заморозками а кусты бархатцев все красиво цветут и радует радует своим ярким ярким пятном все уже убрано в саду все срезано все оставлено только вот почвенным жителям еда ну и бархатцы тоже я срежу и оставлю прямо на грядочке в виде мульчи их с удовольствием скушают почвенные жители вот так выглядят они уже снятые срезанные и замульчированные в грядочке эта съемка вечерняя поэтому возможно немножечко искажается внешний вид а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока